Всем привет из холодного, дождевого, но очень душевного Ярославля. Здесь буквально несколько минут остается до старта очередного матча Мэлбет первой лиги. 13-й тур. Шинник дома принимает красноярский Енисей. Ну да, игроки пока не падали, поэтому может купюру приобретут сейчас цвет травы. Но вот Чирик вполне зеленоватый окрас уже имеет. Так вообще очень симпатично комбинационно команды играют в стартовые минуты в атаке, но не хватает ударов. Зато вот сейчас, наверное, будет что-то похожее на голевой момент. И это полноценный, полномасштабный момент, который мог привести к забитому мячу. Оказывается в воротах Андрея Окладников, а вот мяч, к сожалению, для красноярских болельщиков попадает в штангу. Старается раскрыть свою атаку красноярская команда. Разгоняется Ломакин, бьет. Издали! Какой момент сумасшедший! Еще один супер шанс для Енисея. И там, по-моему, и в штангу мяч попадает, и в спину Александра Довня. Но в итоге улетает за пределы поля. Так, это вторым темпом идет атака. Все через левый фланг. Через правый, как ты отметил, но видим минимальное количество. А пока здесь Андреев борется, разворачивается. Будет ли удар по воротам? Нет. Аблокирует вторым темпом атака. Удар за пределом штрафной площади и не точно. Вот здесь уже удар состоялся. Долго ждали ярославские болельщики удар по воротам. Игорь Соколов. Да, Игорь Соколов, десятый материнец из Крошинника. Да, укропки поля сейчас у Дювара. Заход, заход, заход! Находится, напомню, сам. С Красноярска вернулся в свою команду. Да, с левой ноги. Это у нас Александра Московский. Номер 33-й приложился. Создал за 35 минут. Еще один шанс. Окладников оказывается в штрафной. Бьет. И в падении еще попытка добавить. Во-первых, отмечаемый Александра Довня. Среагировавшего на этот удар. И Окладников хорошо ворвался. Настырный Енисей старается приблизиться к воротам. Подача. Небольшой рикошет, который мог дезориентировать оборону. Но этого не произошло. Иванов на подборе. Иванов готовит удар. Пробил над перекладкой. Да, подбодрил сейчас оборону на гусь от странного щитника. Енисей идет вперед. Иванов. Передача. Дальше ждет ответный пас. Но здесь пятка так как красиво получилась. И навес в исполнении Масловского. Скидка. Можно и пробить. Удар последует. И момент. Масловский пошел на ровно. Это точка. Это точка. Действительно очень грубо было. Здесь Идобня смотрел за этим моментом. И Семенов пытался пойти на этот мяч. Но сыграл грубовато. Разбегается довольно спокойно. И забивает. Как разбегался, так же и забил. Абсолютно спокойно. Уверенно. Угадал направление удара. Александр Довнян. Но Енисееву это не помешало. 1-0. Гости выходят вперед. И этот гол даже так несколько выпадает из логики игры. Разгоняется Шинник. Так, здесь новая группа атаки. Передача. Момент. Момент. Это опаснейший. Чем-то отчасти этот эпизод даже напоминает момент с нарушением. Хоть штрафно Шинника, но здесь не было фола. Штрафной здесь был гол. Гол с игры. Забивает Шинник. Это 1-1. Но как довели дело до логического завершения. Зик тоже не добавив одну. 55-56. Вот такие моменты возникают. И пока угловой. Подают ярославцы. Удар поворотом будет. И на станге могли ярославцы здесь удосить победу. Олейников Василий не дотянулся. Да, причем не кто-нибудь. А именно 38-й номер Шинника. Василий Олейников. И когда стартует 95-й, это задержит вопрос. Так что отпускаем тебя на интервью. Опа, подача. Ничего себе. Да, но я пойду уже смотреть за воротами, за концовочкой этого матча. А у нас угловой. Поэтому все сливки тебе. Да, говорим большое спасибо. Как и удар в сторону ворот. Но не сложилось для Шинника. И в итоге 1-1. Шинника и Несей это по-прежнему те команды, которые ни разу в нынешнем сезоне не играли за счетом 0-0. И несмотря на ничью в личном противостоянии, все равно два гола мы с вами увидели.